Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новенькую серию по игрушке Grand Tourism Sport. Я думаю, что вы помните, что произошло в предыдущей серии. Мягко говоря, всё пошло не по плану, поэтому сегодня я буду исправляться и вновь участвовать в онлайн-состязаниях. Друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра. Я как никогда готов к битве, потому что меня реально разозлило то, что произошло в предыдущей серии, потому что с интернетом была какая-то херня. Я думаю, что всё-таки проблема была в моём интернете, поэтому сейчас я кое-что сделал для того, чтобы всё прошло, по идее, успешно. Итак, Интерлагус, Дэнтерлагус, вот это автодрома. Окей, хорошо, через 5 минут начало, надо быстрее проходить квалификацию. Так, а что бы взять? М6, это была крайне плохая идея, Уракан я не хочу, а МГГТ... Ооо, кстати, стоп, а что если... Что если реально взять ГТР? ГТР. Ооо, ещё и повышается мощность. Так, хорошо, меня пока всё устраивает. Сейчас главное, чтобы всё было с коннекшеном отлично. Так, итак, остаётся 6 минут, то есть, по идее, два круга я надеюсь, я успею сделать. Я не знаю, мне кажется, ГТР должен себя отлично вести сейчас на дороге и, в принципе, показать неплохое время. Всё, главное, чтобы всё было по итогу с коннекшеном хорошо. Если, опять же, всё будет хорошо, значит, эта серия выходит. Если же сейчас всё будет нехорошо, значит, этой серии, в принципе, и не выйдет, потому что какой смысл опять всё то же самое. Так, сейчас я проверю всё. Ага, ага, контроль тяги сюда. Мощность там автоматически и так поднялась, АБС включена. Всё, хорошо. Так, 5.40 остаётся. Фух, на ГТР я ещё здесь не ездил. Но мне кажется, ГТР это, в принципе, вообще оптимальный вариант. Так, педали главное сейчас, чтобы всё хорошо было с педалями. Ух ты, нифига себе. ГТР-то такой заводной. Так, с педалями всё хорошо. Всё, отлично. Теперь просто надеюсь на хороший коннект. Так, сколько я могу чистка в теории проехать? Мой рекорд минута 35. Это на чём я, получается, проехал? На М6 тогда? Это он остался у меня, наверное, да? А, кстати, а если бы я не проезжал заново сейчас, у меня бы по дефолту осталось вот это вот, правильно я понимаю? То есть, типа, я попал бы в гонку вот с этим результатом, который у меня уже когда-либо был получен. Скорее всего, это так работает или нет? Блин, интересный вопрос. Мне кажется, что да. Но в любом случае попробовать улучшить это время, мне кажется, почему бы и нет. Я спокойно его улучшу. М6 была не такая уж и прекрасная. Её носило, как не поймите чё. И мне реально даже в этом плане понравилась больше Мазда, на которой я проходил в испытаниях. Эту, эээ, вот эту гонку. Несколько раз. Так, всё. Санёк собрался. Санёк готов побеждать, но это не точно. Так, третия. Ещё, ещё два или ещё один успею? Так, ладно, Сань, не отвлекайся. Давай пробовать хотя бы немножко улучшить, потому что, опять же, это время, которое я показал на М6. Это полная херня. Вообще полная херня. Вообще полнейшая, блядь. Так, блин, как он рулится классно, а? Мне всё-таки ГТР тачка топовая, реально. Я прям вот в последнее время всё больше и больше люблю ГТР, учитывая, что теперь они прям подорожали. Ну, я имею в виду про реальную жизнь. Их всё меньше, потому что они больше не поставляются к нам. И прям, конечно, ГТР всё-таки тачка хорошая. Я всё-таки не жалею, что у меня был опыт эксплуатации ГТРа. Так. Мне кажется, что даже сейчас, с первого же круга, я улучшу время. Не намного, но должен улучшить. Потому что М6 я прям вообще её носила только так. Так, минута 35, 846. Ну. Да, да, да. Всяко улучшай. Минута 34. Просто как нехер. Сейчас могу ещё быстрее проехать, по идее. По идее смогу ещё быстрее проехать. Так, здесь захожу немножко на внешку. Так, и вот здесь на полном газу. Тихо-тихо, пошёл. Пошёл, пошёл. Минута. Так, там, наверное, секунда разница. Я вижу призраков в заднее зеркало. Прям намного лучше иду. Так, всё, собрался. Мне кажется, на этом ГТРе я, в принципе, если бы придрочился, смог бы проехать где-то... Наверное, где-то... Где-то в районе минуты 30. Как бы не спиздануть, но может быть минуты 31. Я думаю, что это вполне реально. Если высуприть прям идеально траекторию, ехать прям агрессивно, при этом попадать везде... Я, в принципе, сейчас неплохо иду, я считаю. Прям хорошо даже. Так, сюда. Хорошо. Здесь, может, на первую, в принципе, было, да. Так, вообще идея... Потерял, потерял время, блин. К сожалению, раньше времени газанул. Блин, ладно, ну ладно. Можно было, конечно, получше. Меня даже призрак немножко подогнал. Потому что тогда я так не ошибался. Все равно это потеря. Даже, ну, полсекунды всякое я потерял на этом. Так, сектор, естественно, лучше. Ой, здесь не попал. Блин, обидно, обидно. Где-то лучше прошло, а где-то хуже. И призрак в итоге меня отогнал. Я думаю, полсекунды разница будет максимум. Может быть, секунда. Может быть, секунда. Ну, где-то 0,7, я думаю. Примерно. Вон он сзади едет. Бля, обидно. Но я еще один успеваю проехать. Так что нормально. Должно быть нормально. Так, минута. 0 и 2. Такое, блядь. Так. Как-то я, блядь, очень размашисто пошел. Хотя зато здесь. Зато здесь. Можно было еще агрессивнее. В принципе, почти догнал сам себя. Блин, из минуты 34 я не выйду, конечно. Надо было лучше здесь проезжать. Но шансы были. Шансы были. Так. Сейчас главное вовремя затормозить. Вот здесь прям можно еще агрессивнее проходить, кстати. Блядь, вот прошел лучше. В итоге запорол все. Потому что вылетел. Нет, не будет выхода из минуты 34, я думаю. Я думаю, это не будет выходом из минуты 34. Здесь что-то я опять попытаюсь придумать. В итоге все свои ошибки, по-моему, повторил. Так, тихо. Вот здесь главное, чтобы не случилось ничего плохого. Вот тут меня закинуло. В этот раз тоже немножко закинуло, не так сильно. Блин, сейчас, конечно, будет пиздец битва в онлайне. Так, вот сейчас это я лучше прошел всяко. Так. Плюс-минус одно и то же. Плюс-минус одно и то же. 0,041 в минус. Что-то я раньше времени... А, ну здесь зато я поздно затормозил. Ну, такое. Все равно это не выход из минуты 34. Всяко. Хотя, хотя... Короче, все разы ошибался. Просто где-то каждый поворот по-разному проходил. Надо как-то это все соединить, и будет неплохое время. Итак. Блядь, не выехал из минуты 34. Все, смысла дальше ехать нет. Минута 34, 140, это мой результат на GTR, и, в принципе, пока что рекорд на этом треке. Я говорю, если... Фух, если, конечно, придрочиться, я думаю, минуты... Ну, типа, секунды три... Да нет, три, наверное, я не скину. Но две. Две можно. Потому что ошибок достаточно. Где-то что-то я вот начинаю мельтешить, что-то как-то там... На выходе из поворота лажаю, то вхожу в него неправильно. Поэтому две секунды в идеале можно скинуть. Так, ну что. Сейчас главное, чтобы все было нормально с коннектом. Опять же, я надеюсь, это было все неспроста. По крайней мере, я увижу свою стартовую позицию. Я думаю, что я какой-нибудь пятый. Не знаю, там на чем сейчас пацаны, конечно, катают. Я думаю, что я какой-нибудь пятый. Я же в любом случае бы не успел. Я не успел бы этот круг закончить. Надеюсь. Блин, не зря я сейчас не ехал. Да не-не-не, всякое, всякое сейчас уже начнется. Все, ну да, я бы не успел. Там минута всего лишь прошла. Итак, момент истины. Во-первых, какая у меня позиция на старте? Присоединение к сеансу. Пожалуйста, интернет. Седьмой. Нихрена себе. Минута 31 на Супре. GR Supra. Вот это да. РЦФ. Генезис. 911 МГГТ. Битл. Жук. Нифига себе. Слушайте, машины вообще кардинально разные. Ну, типа седьмой это, конечно, проблемно. Это прям проблемно, потому что у меня терзают смутные сомнения, что сейчас есть шанс, есть шанс мне не особо так-то легко вырваться на какую-то позицию, первую или вторую. Тогда-то вот в той гонке, которая у меня прошла успешно, я хотя бы стартовал второй и так и удерживал свою позицию. Все было прекрасно. А здесь я даже не знаю. Так, отлично, сюда я попал прогрев. Сейчас главное, чтобы не произошло никакого вылета. Просто вот я прошу лишь об одном. Вообще коннект показывает хороший. А хотя нет, одной палочки у меня нет. Ну, и там есть тоже чуваки, у кого как бы это, у кого не пять палочек, а четыре. Так что, почему меня сразу должно выкидывать, непонятно. Я думаю, что все должно быть хорошо. Так, ну прогрев это так себе, конечно, он в принципе нафиг не нужен. Я не знаю, друзья. Я не знаю, есть ли у меня шансы какие-то. Но, честно говоря, стремновато. Честно говоря, стремновато, потому что пацаны здесь боевые. Пацаны, скорее всего, умеют ездить. Пацаны, скорее всего, ездят каждый день. А я здесь как бы... Главное, вот просто не отвлекаться ни на кого. Это для меня самое сложное. Вот я должен ехать так, как я помню, как нужно ехать по траектории. А не что-то там за кем-то пытаться повторить. Так, ну вроде с коннектом все хорошо. Я надеюсь, так оно и будет. Поэтому сейчас все не обращаю. Я уже думал, что он опять вылез словил. Прогрев завершен. Отлично. Ой. Ой, ребята, ребята. Поддержите, пожалуйста, лайком. Если я смогу вырваться куда-нибудь, типа там на третью или даже на вторую, и уж тем более на первую позицию, я охренею. Для меня это очень сложно без контактов, без агрессии как-то обогнать сейчас всех и попробовать как бы хотя бы там на бронзу. А эта-то супра, она походу эта, карбоновая вся? Да, интересное кино. Так, ну что? Я не знаю, что получится. Будь что будет. Будь что будет просто. Так, сейчас же... Сейчас это... Это не я пока еду, автопилот. Так, 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 так. Все, я ничего не хочу пред... Я не хочу даже ничего предвидеть, пытаться как-то предугадать. Все, как будет, так будет. Пять кругов. Газ пол. Поехал! Блядь. Я хер знаю, пацаны. Но удача мне точно нужна. Почему-то Алексус затормозил. Не знаю почему, но я уже шестой. Так. Опа, контакт. Передо мной контакт произошел. Очень жестко жук обогнал мерс. Так, я пока не спешу. Я пока смотрю, что к чему. Жук агрессивный, судя по всему. Жук агрессивный, реально. Так, ладно, шестой иду. Сейчас будем что-то придумывать. Главное вовремя затормозить. РБ, это что такое? Блядь! Меня чувак просто... Просто выкинул. Это же... Это вот как раз рейтинг гонщика, рейтинг безопасности как-то же повлияет на это. Он его просто на Маклара не вытолкал. Это мне повезло, что он как бы меня не жестко куда-то там, а как бы так по лайту, но все равно неприятно. Фига, он срезает просто. Что происходит, я не понимаю. Мне кажется, мне нужно как-то его обогнать, но я... Главное, что я за себя отвечаю. Все. Я еду максимум... Пенальти плюс 0,5. Понял. Понял. За средство ему все-таки дали. Так, я его обхожу. Причем, кстати, без контакта. Без контакта. Так, все. Теперь главное оторваться от него, что, в принципе, будет реально, я думаю. Чтобы он мне не влетел нигде. Чтобы я об этом вообще не думал. Так, РБ опять мне дали. Это вот этот, видимо, рейтинг безопасности у меня вырастает, за то, что я аккуратно еду. Так, все. Шестой. Плохо, конечно, но пойдет. Так, 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 так. Надо что-то придумывать. Еще есть время. Мне кажется, это будет не самая удачная гонка для меня. Всяко хуже, чем первая. Но это гонка. Здесь пока неизвестно ничего. Здесь нужно ехать до конца, и только тогда будет все понятно. Желтый флаг. Кто-то разъебался? Да? Да! Чувака вынесло на Лексусе. Нифига себе. Нифига себе. Он какой ехал-то? Надо будет потом пересмотреть. Он где-то в топ-3 ехал. Что-то не рассчитал, пацан, походу. Лексус там немножко закрутила. Так. Ой-ой-ой-ой, что творит? Что творит? Что творит? Какая агрессия! Охренеть! Вот это реально... Вот это реально... Зачем? Он меня сталкивает. Это разве нормально? А ему за это будет что-то? Там как-то система вычисляет это? Он меня просто не пускал, вытолкал, блядь. Жопой. Зачем так делать-то? Я не понимаю. Что за бред? Что за бред? Я понимаю, что он там ехал где-то в топ-3, но это же не повод, как бы, проявлять агрессию такую. Такое, блядь, если честно. А там же пацаны неизвестно, да, со стабы гоняет или без стабы. Я думаю, что это никак не посмотреть. Типа у них антипоксовочная хуйня включена или выключена. Да. При этом, кстати, он почему-то отрывается от меня. Ну, он прям агрессивен, конечно. Он прям агрессивен. Главное, что... Все, пизда. Я засмотрелся на них. Я не знаю, нахуя. Я засмотрелся просто, блядь. Я говорю, для меня это, видимо, блядь... Да все, пизду, пиздец. Просто нахуя. Блядь, я реально отвлекся. Я... Так, это прохожу. Есть у меня шансы, конечно, потому что может произойти какой-нибудь ДТП или еще чего-нибудь. Но все равно это хуйня. А в конце можно посмотреть, кто как проехал лучший круг? Я думаю, что можно, по идее, по лучшему кругу хотя бы посудить, что там, к чему вообще. Пиздец, я просто такое... Так оторвался. Пизда. Нахуя? Блядь, я все испортил просто. Я просто все испортил, блядь. Я просто все испортил. Из-за того, что засмотрелся. Лексус, кстати, обогнал АМГ. Я так понимаю, что АМГ немножко где-то вылетел. Так, это я прохожу. Не совсем идеально. Но мне пизда обидно, конечно, блядь. Просто меня, во-первых, вытолкали сначала, непонятно, нахуя. А потом еще и как бы я сам облажался. Просто на ровном месте. На повороте, который я уже сто раз проходил. Пиздец. Да, пацаны, простите. Кто верил в меня, я как обычный. Как обычно, блядь, занервничал. Просто пиздец. Я реально... Ну, я не скажу, что у меня, конечно, были шансы. Но за хуя здесь так гнал, блядь. Просто непонятно, нахуя. Да, у меня такое ощущение, что там пацаны со стабилизацией гоняют. Такое же может быть. Я думаю, что может быть. Я просто любитель прям по-честному. Иначе какой смысл? Если там стабилизация будет мне помогать во всем. Так. Не знаю, короче, еще к чему. Минута 34, 277, между прочим. Проехал я так-то. Это, в принципе, очень даже неплохо. Я практически выехал из минуты 33. Блядь. Не, еду я неплохо, но что-то как-то хуёво. Цитата. Никто не ошибается, поэтому я думаю, что я останусь на шестой позиции. Причем там пацаны едут. Они как бы едут плюс-минус на равных. Ну, конечно, не плюс-минус, но нормально, короче, едут. А я как бы еду в самом хвосте, получается, потому что сзади меня едет чувак, который просто там, ну, не особо представляет, как нужно проходить повороты, потому что он тоже там вылетал, в меня влетел. Да. Ну, обидно, ну, холи, так сказать, блядь. Может быть, я, конечно, наверстаю, но только за счет чьей-то ошибки. А произойдет ли она, непонятно. Вообще непонятно, произойдет ли ошибка какая-нибудь у кого-нибудь. Я думаю, что нет. Хотя, кто знает, еще есть время. То есть главное не отвлекаться на все остальное, просто ехать уже так, как я еду. И все. Да. Вот этот ебучий поворот, нахуя, я не понимаю просто зачем. Как так получилось-то, блядь? Еще меня вот сносит, конечно, я газом прям хочу более агрессивно работать, но я понимаю, что это приведет, ни к чему хорошему не приведет. В итоге останавливаю себя в последний момент. Плюс 6 секунд. То есть пацаны там улетают просто, улетают вперед. Не знаю, я бы знал, на каких они настройках еще гоняют. Хотя бы по стабилизации. Мне этот же вопрос очень важный. Все, я начал, блядь, агрессивно ехать, непонятно нахуя, и кучу ошибок допускать. Никого я уже не догоню, короче. Последний круг. Полный просто провал для меня. Самая первая гонка оказалась самой удачной. Вот все, что я могу сказать. Просто-напросто и все. У меня огромный отрыв. Вообще не у меня, а у чувака впереди меня. Просто огромнейший. Я вот тут пытаюсь, блядь, ну да, конечно, блядь. Короче, херня полная. Угрушение. А-а-а-а! Ладно, ладно, понял, понял, хорошо. Да. Окей. Окей. Короче, я самый хуёвый гонщик в этой гонке. Вот все, что я могу сказать. Вообще колоссально хуёвый. Я не прошел нормально ни один круг толком. Я... Меня выпихнули два раза. И еще вдобавок я вылетел с поворота, который для меня сыграл просто ключевую роль. Если бы я не вылетел, я примерно бы в общей компашке хотя бы держался. Это было бы как-то поприятнее. Да, крайне неудачный заезд. Ну ладно, все. Надо еще учиться и учиться. Не знаю, если где-то можно смотреть, вот реально, как-то там у пацанов обстоят дела с этой... Со стабилизацией. Хотя бы понимать. Может они реально гоняют со стабы? Я же не знаю этого. Вряд ли, конечно. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет. И может где-то можно смотреть, гоняют на чем они? На геймпаде или на... Этому... На руле. Я думаю, что, конечно, на геймпаде большинство. А мне показалось сейчас, или там... ГТР что-то куда-то врезался в конце. Ну такое. Супра как стартовала первой, так и приехала первой. На РСФ чувак, кстати, вернул себе, по-моему, как раз-таки третью позицию, на которой он и был. Может он на второй был. Но Супра просто спокойно ехала. Лучшее время... У меня плюс одна секунда, еще штраф. Лучшее время непонятно, да? Наверное, где-то можно будет сейчас писать, нет? Или все-таки нет? Результаты подтверждены. А что, они могут быть еще не подтвержденными? Еще там РСФ, М6, и еще кто-то не финишировал? Да, шестая позиция. Позиция улучшилась 6. Что значит, позиция улучшилась 6? А, типа, по сравнению со стартом? Ну да, вот это результат, блядь. Вот это результат. Могла быть еще выше, но, к сожалению, я сам накосячил. Друзья, ну, прошу прощения. Как оно есть, так, собственно, оно и есть. Сведения о гонке. А, лучший круг. Минута 32. Не. Ну, в принципе... А, нет, смотрите. У РСФ минут 32. 0.99. Они минут 32 все ехали. Хотя, я не скажу, что мне как-то не понравился ГТР. Просто, скорее всего, я с ним особо справляться, что ли, не могу. Надо вообще попробовать вот эту GR Supra Racing Concept. Просто купить, посмотреть, как она едет. Реально. Почему бы и нет? Почему бы и не попробовать? Единственное, что я знаю, это то, что все на одной резине. Все на одном... А, расход топлива... Так, подожди, это правило заезда, машина из гаража. Ну, то есть, у всех одинаковые условия. Надув, ухудшение сопротивления трассы, штрафы, сведения... Тут ничего нет про этот, про стабилизацию. Я не вижу. Лимит, RG, RB, максимальный привод. То есть, никаких ограничений, просто вот как бы... Как оно есть. Блин, ну, Supra интересно было бы проверить. Supra было бы интересно проверить. Ну, и в целом, конечно, надо больше тренироваться. Личный рекорд. А, вот, у нас как раз-таки... Вот, РЦФ проехал лучше всего. Минут 32, 0,99. Последний круг он проехал вообще заебись. То есть, он вылетел и вернул свою позицию еще. Да, как-то вот, друзья, подскажите, если можно смотреть вот каждого игрока, посмотреть, на каких настройках он едет, на чем он едет, возможно ли это. Ну, собственно, вот такой заезд. На фоне, конечно, первого того самого. Не такой интересный. Но, тем не менее, вначале была какая-то борьба. Столкновения были не по моей вине. Но, тем не менее, я старался как-то держаться. Ну, сам обосрался. Просто одна маленькая ошибка привела к тому, что все, я потерял вообще смысл в этой гонке. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик. Ставьте лайк, если вы хотите видеть больше гран-туризма и спорт в моем канале. В том числе онлайн и испытания. В общем, много чего можно здесь проверять, делать, кататься. Короче, игра позволяет, так скажем, имеет широкий спектр различных всяких интересных штук. Немножко расстроился. Ну, ладно, бывает. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.